Где находить мотивацию? Мы видим, что вы встречаетесь с большими шейхами, с ними общаетесь, конечно же, вы от них тоже заряжаетесь. Еще как вот нам, людям, которые не встречаются с такими большими шейхами, но откуда нам взять вот эту мотивацию? Как ты сам, брат, мотивируешься? Вот то, что меня очень, Абдулла, смотивировало выучить Коран, когда я приехал в Риат, в училище, в Махде, в начале иностранцы проходят все через институт арабского языка и исламской культуры, 2-3 года обучаются, учатся там, потом, если хорошо или отлично сдадут, поступают на факультет. Я тогда подумал, сам себе задал вопрос, как было бы хорошо перед тем, как поступить на факультет, выучить весь Коран? Ведь Коран, это что? Наша религия, что это? Это Коран, это сунна посланник Аллаху алейкум салам. Если я хотел какой-то долиль, какой-то доказательство, какой-то аргумент, то есть я дальше буду брать, требовать знания, фикх, априда, усуль и так далее, там везде будут долили, адилля. Адилля, откуда будут долили, аргументы из Коран, из сунна. Как бы было хорошо, чтобы мне не брать в руки мус-хак и не искать где-то, а чтобы у меня это в голове, в сердце было. Вот это, аль-хамдуля, меня основное во время учебы, что смотивировало выучить Коран. Также, аль-хамдуля, мотивация в чем? У каждого она своя, шихра. У каждого она своя, поэтому, аль-хамдуля, мы понимаем, что Коран, это, так скажем, это тагвейт аль-аруах. Это духовная пища, когда мы кушаем что-то, то есть мы, нам нужно питаться, мы когда, например, там, лучше еду выбираем, там, еще стараемся, сегодня мясо поел, там, завтра рыбу поел, завтра, может быть, там, что-то другое и так далее, чтобы там не повторялась какая-то еда. Да, то есть мы самые лучшие, там, парфюмом пользуемся, стараемся, там, чтобы у нас хорошо пахло и так далее. Но для нашей души также важна пища, именно пища для души, духовная пища, это и Куран. Также, Куран, аль-хамдуля, успокаивает тебя. Куран, аль-хамдуля, вот эти хадисы, которые мы слышим, то, что родители наденут короны в судный день, аль-хамдуля, хафизы, курана, то есть с этой точки зрения, также Куран будет шафи'ан, яум, киям, заступником в судный день, то есть, спханаллах, или за раба Аллаха, или против него, поэтому, спханаллах, заступничество Курана, великое заступничество в судный день. Если Куран мы не сможем выучить, тогда что мы, мы говорим, мы мусульмане, мы любим свою религию, тогда если всего лишь, так скажем, Куран, мы не можем выучить, тогда что говорить о других уже науках, там, фикхе и так далее. Поэтому, вот, у каждого насвоя, шейх Абдулла, мотивация, у меня именно, что я смотивирую, вот эти вот некие вещи, и, аль-хамдуля, помимо саллах, субханаллах, попался, хорошие преподаватели, хорошие шейхи, поэтому, аль-хамдуля, и чем больше ты читаешь Куран, тем, как и имам Шатайб так же сказал, Куран самый лучший собеседник, и никогда он тебе не доедает. То есть, бывает собеседник, например, ты едешь, когда, например, мы собираемся в путь на машине, мы что, мы берем с собой какого-то брата, с которым приятно общаться по дороге, да? То есть, ты возьмешь себе, там, например, самую лучшую, с кем-то, как вы сказали, с кем-то, там, одинаково мыслишим и так далее, да? То есть, того, кто близок к тебе сердцу, чтобы пообщаться во время дороги, и когда во время общения, ты видишь, как быстро пролетает, там, километры, ты даже не устаешь. И, ну, все равно, рано или поздно, собеседник тоже надоедает. А Иван Шатайбур, рахмаллах, сказал, самый лучший собеседник, который может быть, это Куран. И чем ты больше его читаешь, чем он красивее звучит на твоих устах. Также Куран, это самый великий, шейх Абдуллах, самое великое, что поднимает наш иман, это Куран. То есть, субханаллах, вот мы говорим, мы любим Аллаху Субхану, правильно? Спросите у любого мусульмана, любишь ли ты Аллаху Субхану? Конечно, скажешь, любишь. Нет у меня там мусульмана, который говорил бы, астахфану Аллах, я не люблю Аллах. Каждый, а как мы начинаем любить Аллаху Субхану. Вот как вы начинаете, например, любить близкого своего брата и так далее, чем больше вы о нем информации изучаете, понимаете, тем больше вы начинаете его любить. Чем ты больше знакомишься с хорошим человеком, чем больше ты его начинаешь любить. И так же Куран, как сказал имам Али-Азима Абдуссалям, Куран куллэху азима ху аля тарбэйм. То есть, Куран, он весь великий, сам весь великий делится на две части. Хадису Аллаху Аль-Гайри, когда Аллах говорит о ком-то помимо себя. И самое великое, что есть в Куране, хадису Аллаху Аль-Лляху. Когда Аллах говорит о самом себе, описывая свои имена и качества, отрибуты. Когда ты читаешь Куран, задумываешь об этих, читаешь тассир, задумываешь об этих качествах, отрибутах Аллаха. Поэтому, И всегда можно эти слова, не устаешь повторять. Клянусь Аллахом, люди ничего не смогут достичь и понять, узнать без Аллаха. А как же они хотят самого Аллаха опознать без Аллаха? Мы Аллаха не видели. Машаллах. То есть, любую вещь ты можешь как опознать? Или ты ее видишь, кого-то, что-то. Или видел кто-то, помимо тебя, которому ты доверяешь, и он сможет описать тебе это. Или если что-то на это похоже, с чем ты можешь сравнить? Но Аллаха, субхану Таре, мы не видели. И никто не видел, чтобы нам описать его. И ничто не похоже на Аллаха. Так же, как мы можем узнать, познакомиться с Аллахом через чтение Кур'ана? Через чтение Кур'ана, когда мы читаем имена и качества, атрибуты Аллаха, субхану Таре. И, в Аллахе, чем больше человек познает Аллаха, субхану Таре, чем он больше начинает его любить. Чем он больше начинает любить Аллаха, субхану Таре, тем он больше приближается ко всевышим Аллаху. Поэтому вот эти вот вещи, которые могут нас мотивировать для того, чтобы изучать Кур'ан, учить Кур'ан. И основной хадис, который вы все знаете, где сказал Пророк Мухаммад, Саллаху Аллиху Салям, хайруку. Самы луч из вас, мэн тиалэм на Кур'ан, мэллуч из вас, то изучал Кур'ан, а яблучал Аллаху. Барак Аллах фейкум. Продолжение следует...